представлена сегодня у нас тачка это мечта всех домохозяек мечта мужиков которым за 50 но это были предыдущий раф обычно который рафики вы спускались до этого это в основном были всегда женские автомобили да как бы на них ездила немало мужиков но когда ты вот ну бывает же ты вас в потоке как говорится идентифицируешь автомобили его владельцы и даже внешне их старались сделать более таким женским дизайном более такие зализанные там ну короче чё говорить это был всегда женский автомобиль которая вышла в двадцатом году поколения по нему уже такого не скажешь компания toyota очень прекрасно поняли что и мужики хотят как бы небольшой такой кроссовер и они бы поставить нарисовать как модно сейчас говорить в таком унисекс стиле и в принципе у них это получилось перед только не взяли там от хайлендера сзади тоже какие-то черты хайлендера напоминают и в целом на автомобиль когда смотришь уже нет такого что это именно женский автомобильчик то в машинах не разбирается вряд ли вообще как бы в нем узнает старый добрый раф 4 это уже машина совершенно как бы другого класса по размерам тоже существенно подрос если его предшественник он не отличался каким-то таким дизайнерским шиком да в принципе машинка была не маленькая но опять же вот я же говорю часто своих видосах тоже повторюсь есть вот определенные пропорции автомобиля там высота ширина длина они должны как бы гармонично выглядеть нельзя сделать автомобиль длинные узкие он будет выглядеть уродливо нужно его делать в меру широким в меру длинным ну вот вы понимаете о чем я говорю предыдущий раф 4 он этим не славился он дизайнерский не очень выглядел что спереди сзади из то что он был такой вот узенький как как будто вот знаете подсушили его вот какой-то бегун спринтер вот такого плана рафик этот же выглядит очень гармонично в меру широкий вот в меру ну вот брутальный такой вот ему еще вот здесь сделать такие выштамповки на арках причем рублен вот эти формы тойотовский которые сейчас в моде даже чуть-чуть лексусом где-то отдают ну я же говорю дизайнерский автомобильчик получился очень круто хотя тойота это не такая автомобильная марка который рисует красивый автомобиль у них вообще странная какая-то маркетинговая политика которая мне не совсем ясна зачем нужно делать начальные все модели на кроссоверах с вариатором я вот этого не могу понять зачем вариатор кроссоверу зачем он просто тупой он ненадежный люди его не любят особенно в россии хорошо вы нам даете двухлитровый мотор там 150 лошадиных сил в налогу он как бы попадает садится дайте туда автомат нормальный вы же на двухлитровый камри ставите автомат тот же самый автомат воткните сюда я не знаю ну вот это у них вот такая вот полигра и на короллах они так же почему камри как бы избежала этой участи просто они видите это именно для россии специфические автомобили именно камри очень популярно очень массово не боятся там какие-то такие резкие повороты завороты сделать а здесь они видите по полной как бы на этом экспериментирует если допустим уже такую машину брать ну лично для себя я бы конечно же посоветовал брать которая топовая она идет с два с половиной литровым мотором и с обычным автоматом все узлы которые оси мотор и коробка они стоят от камри они славятся своей надежности мотор этот который 20 литра это вообще с предыдущих поколений причем у них еще есть достаточно такой запас по как говорится этому чип тюнингу потому что американские модификации этих моторов они выдают 200 лошадей даже 205 и в принципе если влить сюда американскую прошивку можно спокойно сюда 200 лошадей зафигатить и тогда уже с его габаритами с его массой он будет ехать очень динамично так про заднюю часть автомобиля скажем симпотно симпотно по-другому не скажет но помимо всего прочего тойота нам еще дала следующие фишки которые не были доступны на предыдущих поколениях раф 4 это сдвоенный выхлоп вообще у тойота это как говорится свой какой-то фетиш на эту тему 35 они продают только со сдвоенным выхлопом причем в америке вы можете купить любую и 2 и 5 как бы и там будет и 4 трубы в общем ну как хотите конфигурируйте у нас же вот эти какие-то проблемы здесь у нас просто обычная комплектация необычная средняя комплектация двух литровой на вариаторе но уже у нее идет сдвоенный выход выхлоп это плюс второй момент это комбинация вот этих разных пластиковых таких вот форме решений здесь вот это если на камеру не видно на темно серого цвета здесь такой черный не крашеный здесь соответственно цвет кузова вот здесь допустим серебристое и вот здесь вот черный глянец то есть здесь вот столько дизайнерских вот как говорится ну решений и ухитрений которые раньше не присущи были тойоте раньше не просто делали ну вот на короче квадрат вот он едет он надежный он ликвидный сейчас же здесь есть на такой дизайнерский лоск какой-то такой намек помимо этого продолжаем здесь присутствует электро ну камера заднего вида соответственно его к палке это что это здесь есть электропривод 5 двери крутяк я думаю что очень даже крутяк на камре ни за какие деньги вы электропривод не поставите причем вот с моим ростом спокойно переместились мы в салон в царство не роскоши и комфорта как и обычно говорю а в царство практичности и комфорта так заведем наш рафик у нас тут специально такая анимация присутствует автомобиля здесь два экрана вы на этот экран кстати не обращайте внимание но он я не помню точно но это яндексовский экран но на обычных тойотовских он десна чуть-чуть разрешение поменьше ну смысле сами кран он поменьше вот эта тема вот сверху коробочка не она одинаковы вы можете яндексовский поставить видите аккуратно такая переходная рамка и в принципе ни за что ты не скажешь что это не его родной экран у нас задавая бляк она тупая то мультимедиа просто пипец зависла нам вообще в парень так в общем продолжим про наш салон про качество материалов я был очень сильно удивлен насколько здесь все добротно сделано да здесь пластиковые вставки вот это серебряно который я так сильно люблю но при всем при этом здесь я представлю такой soft touch пластик очень мягкий такой очень приятный на ощупь причем здесь даже вот эти панели где у вас руки соприкасаются они сделаны из такого же кожзама как и сами сиденья сами сиденья тоже очень круто как бы выполнены и сшиты и вот их анатомия ну прикольно очень сделал здесь просто знаете чем я больше всего цепляет toyota вам тут не пытается вот в тюхать и посмотри какая роскошная здесь у меня вот по дерево закос здесь у меня они уже от этого блин дерьма как говорится ушли давно вот как на 50-м кузове они везде вот этот свой ламинат пихали тут уже такого нет они прекрасно смирились с тем что у них практичные надежные автомобили и все вот здесь которые крутилки переключатели от них не пахнет роскоши но пахнет как бы вот функционалом и практичностью этого все равно что если аналогию с вещами как бы проводить вот вы можете пойти в бутику купить там dolce gabbana либо armani но вы можете пойти там я не знаю спорт мастер купить columbia то есть хорошо сшитые вещи которые вам прослужат очень долго вот это приблизительно вот такого плана автомобиль и когда ты за него допустим отдаешь свои деньги особенно за новые у тебя не будет такого ощущения что ты вот как говорится выкинул деньги на ветер потому что ты в голове прекрасно понимаю что ты купил вещь вот это самый главный аргумент при покупке этих автомобилей ты в голове это понимать покупая mercedes либо бмв у тебя всегда на подсознании бывает знаете как ну когда новая уже пофигу но вот машине лет 5 думаешь блин участка не вот это сломается на это бабки потом не дай бог ты захочешь продать и ты с ужасом как бы увидишь сколько эта машина потеряла у тойоты ситуация не такая эта машина работяга эта машина которая практически никогда не ломается но при этом она комфортно вот почему тойоту во всем мире так сильно любят это из-за всей подсветочки очень круто сделано это на предыдущем поколении тоже было здесь еще водительская чуть-чуть такая добавилась подсветка это место лет подсветки у mercedes toyota вам дает вот такое очень круто сделаны вот эти вот крутилочки такие мощные вот клянусь даже на двухсотки там более детские переключатели на рафике они видимо хотели добавить такой агрессии брутальности в салон и сделали вот такие вот прям прорезиненные крутилки я думаю я вначале когда думал сейчас это повернут а я не знаю там колесо открутится либо машина будет ими поворачивать очень они так брутально сделаны блок климат-контроля bravo toyota наконец-то вы более-менее сделали с вменяемой графикой ну не так ущербно и семидесятых и восьмидесятых как было до этого bravo нормально сделано значит беспроводная зарядка соответственно тоже есть свой дешманский вот этот вот дермантин который около коробки передач вы никак не перестанете пихать во все машины prado покупаешь за 4 миллиона четыре с половиной миллиона там вокруг коробки пидать будет такой же дермантин вот за это можно конечно хейтит toyota и вообще от этого не уставать как как вот тут нормальное сиденье здесь тоже дермантин вот сюда такое нельзя это что такое чудо шляпа вот чё за машонка блин ей богу уродски просто сделано либо сделайте тогда вот как там на других модификациях на камере как сделано то есть без вот этой шляпы вот минус вот в салоне мне вот конкретно не нравится очень по-блюдски сделано блок управления полным приводом там спуск горы значит здесь специальные снежный режим электронный ручник причем здесь как только вы его ставите на паркинг он сразу включается я думаю видимо это где-то в мультимедии как бы настраивается этот момент авто холл тоже есть это в пробке если не хотите педаль тормоза держать просто кнопочку нажали и она как бы сама себя в общем держит круто но я же говорю здесь как бы комбинации для телефон уже второй раз падает в эту сторону здесь как бы знаете нету намека на роскошь и но при этом все сделано добротно и все сделано служить долгие годы и почему вот и я на этом акцентирую внимание когда ты покупаешь новую машину в первую очередь нужно смотреть на это не на то что это пафосная машина либо ты там будешь понтоваться есть еще же такие мнительные люди которым важно чужое мнение вот у тебя допустим друг какой-то там купил бмв либо mercedes новый либо еще что-то типа бля пипец какая тачка бери такую а у тебя условно говоря это последний день либо ты там машину берешь кредит особенно когда ты берешь машины в кредит всегда смотри вот на эти вещи практичность долговечность из чего это все сделано и самое главное это ликвидность в россии кто бы чего не пиздил там это хорошая машина это есть это эту хорошую машину через пару лет продать не сможешь эта машина говно вот реально вот я отношусь к автомобилям так не надо забывать либо одушевлять это это простая железка это предмет он не одушевленный это движимое имущество а если вы это имущество двигать не сможете она превращается в недвижимое и вы его не сможете продать смысл держать такой автомобиль смысл я вот до каждого своего подписчика хочу эту простую мысль донести да у toyota есть большие минусы и по салону качество материалов дизайне так далее немцы их опережают но toyota на голову выше их всех только вот по этому параметру когда обычные простые люди со средним достатком покупает себе автомобиль нужно смотреть именно на эти качества а не то крутая это мышца либо не крутая так мы на ней сейчас прокатимся не переключайтесь ночные съемки это вам не халам балам блин я честно не ожидал что столько будет трудности с ними снаружи снимать еще нормально при искусственном освещении а вот были внутри капец вот эти лампы включать там подсветки ну все для вас как говорится днем мы тоже нормально поснимали кстати всем кто мой канал смотрит у меня есть постоянные зрители вам огромное спасибо пацаны которые пишут комментарии вы не думать я стараюсь как бы всем вам отвечать единственная у меня просьба вот ну я что видео вам сказал как бы ну я постараюсь как бы в коментах но мне люди пишут вот например недавно человек я еду в москву вот mercedes типа покупать 210 и на что обратить внимание я все пойду как пример вам привожу я все понимаю друг я вот ну на своем 210 вам как бы рассказываю меня вот это сломалось я вот на это смотрел застраховаться от того что вам какой-нибудь говно не подсуну тоже никак нельзя вот я у себя допустим дома на родине покупал свою машину вроде бы я про него все знаю но вот последующих видосов вы как бы увидите там вопросы по багажнику по небольшим жучкам этим вот этого всего я не видел хотя я вам гуля машину смотрел на подъемники и у меня такая ну как бы что потом как говорится не было такого чтобы кто-то в комментариях писал типа вот и нам посоветовал какую-то тачку взять и мы купили она оказалась говно типа нихуя машинах не разбираешься ну вот что-то в этом роде у меня вопрос внимательно видос смотрите в видосе я стараюсь полностью все вот эти темы основные раскрыть канал то у нас на цели не для профессионалов перекупов которые там по дешману хотят себе как бы машину урвать дешевую для простых людей для простых обывателей простым языком я пытаюсь какие-то базовые принципы донести базовый потому что если углубляться в каждую вот эту тему что там замена цепей еще что-то уазга с ума вы сойдете если вы в этом не разбирать вообще зачем вам в это лезть это вам не надо лучше купите машину какую-нибудь новую какую-нибудь надежно зачем вам не бмв не мерсдес не любой старый немец вам не нужен я вам это вот как говорится со своим опытом говорю такс по нашей тойоте чё сказать охрененный автомобиль вот честно меня машина очень сильно удивила по городу ездить на ней одно удовольствие у тойота вот я же говорю у них есть вот эта фишка вот когда ты ездишь в honda и даже допустим в самом дорогом вот на санта-фе я катался как сказать может это вопрос подсознание еще что то но вот здесь играет роль значок вот как мерседес это крутая комфортная машина и там половина его как говорится ореола славы играет то что это ну немец там что это премиальный что это мерседес то тут вот видя вот этот значок и понимаешь что ты едешь на тойоте ты у тебя знаете какое чувство защищенности в плане что ты едешь на добротной машине вот понимать на honda и такого не да он может быть новый да он может быть надежным и все равно то что вот это кореец вот ну она как-то этот вот toyota да я понял более престижная машина вот это вот как-то ну про volkswagen тоже допустим тигуан сказать ну давайте говорить откровенно они далеко ушли от российских реалий сама компания volkswagen это машины сугубо нацелены на европу там и движки вот эти ты соевский и их ней турбины dsg коробки ну где где россия где простые простой средний класс который на последний покупает новую машину себе либо там в кредит либо еще что-то и все вот эти сложные инженерные решения где понимаете причем в провинциях вот почему я вам говорю у нас в как бы в регионе вообще нет этих машин вот мы практически не представлены они их не умеют тупо ремонтировать не умеют нет таких мастеров нет почему нас хорошо ремонтирует бмв мерседес я вам объясню потому что их покупают на вторичке это больше связано с менталитетом каждый я не знаю второй там мужчина который вот есть там но и живут на юге не для кого-то не секрет на последний купить самую крутую тачку да она у него будут ломаться да у него не будет денег на бензин она будет ставить всю жизнь во дворе но на последней бабки он себе купит крутую тачку их просто тупо много просто тупо не от того что люди капец какие богатые там а из этого что просто вот ну покупает она стоит да и я отдельное видео вам как бы сниму что значит быть автомобилистом любителем автомобилей в осетии либо там на юге либо в большом городе и вывод как бы все поймете вот для тех людей у кого вот вопросы там вот как вы на них есть как вы их обслуживаете вот я вот на всей вот эти вопросы ваши отвечу по тойоте сейчас говорить там как вам сказать цепляться ну за что-то лосины теста и допустим делать нет двухлитровым мотором машина едет по овощному да из два с половиной литровым машина тоже быстро особо на какую-то динамику короче не рассчитывайте вообще она тоже поедет по плавности хода вот мы едем как сказать приблизительно как камри едет короче по плавности хода по посадке вот по ее габаритам вас это реально удивит кто захочет такой просто за руль один раз сядьте в охренеть какой большой капот и вообще какой большой автомобиль это не тот рафик что был раньше совсем не тот я развернуться хочу обратно про лопухи зеркал но это как на всех кроссоверах очень как бы оконная линия вот это низкая лопухи зеркал большие вот здесь вот маленькие форточки еще специально добавили для пущей обзорности к обзорности вообще никаких вопросов за это эти тачки и любят пролю рулежку я смотрел там в авторевью по моему или где-то я читал статью что машина провалила лосиный тест ну какой нахер лосиный тест лосиный тест он по моему проводится либо на 60 либо на 80 я вот точно не помню какая домохозяйка блять будет конус и вот так вот объезжать на такой скорости чё за хрень блять ну что за да может быть какая-то экстремальная ситуация появится что нужно будет вырулить там как-то вот резко еще что-то ну тут нет такой геометрии как бы и нет такой физики автомобиля чтобы он был склонен период к переворачиванию люди на прадиках как-то ездит если эту тачку с прадиком сравнивать то я вам ну про этом говорю и вот ты читаешь вот эти вот отзывы там обзоры про эту машину тебя складывается какое-то такое вот впечатление ну неоднозначно ты хер по ним что когда поймешь вот по этим обзор какой-то носа я вам говорю ни один автомобиль еще я не тестировал и чтобы мое мнение совпало с мнением допустим того человека чая отзыв как бы прочитал либо обзор посмотрел вот каждый человек видимо я может быть и мои видосы вот вы посмотрите потом как бы в машину сядете и будете по-другому на это все смотреть но на самом деле это так если хочет и машину как бы приобрести нужно с этой машиной чтоб ты провел какое-то время у этой машины задача вот из пункта а в пункт б довести вашу семью с вашими покупками либо допустим с вашими вещами в комфорте и в безопасности потом у этого автомобиля задача значит прослужить вам лет пять чтобы вообще в нем ничего не ломалась в нем менять только масло и колодки через пять лет в эту машину предложим допустим обслуживание если на вас не сгниет прям до дыр вы и значит продаете на вторичке удивляетесь что она нормальных денег еще стоит добавляете и покупайте либо такой автомобиль либо какой-то другой вот для чего эта машина создана вот для чего эту машину покупать не понтоваться не газовать не блять лосины тест на этой машине проходить а вот для этого и для этого этот автомобиль просто идеально спроектирован вот на это такой вот ноте мы закончим наш видос вам за просмотр большое спасибо подписывайтесь на канал пора уже как-то нашему каналу я не знаю расширится то просмотры идут подписчики не растут надо с этим короче что-то делать в общем до новых встреч тогда пацаны пока